Мир вам, братья и сестры! Давайте мы все вместе откроем Евангелие от Иоанна, и мы прочитаем 6 главу в начале нескольких стихов. Евангелие от Иоанна, 6 глава. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестностях Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус возлеет очи и, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему, им на 200 динариев довольно не будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь, было же на том месте много травы». И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взял хлебов и воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. Каждый из нас знает это место из Писания. И мы можем, возможно, вы когда-то в детстве слушали на воскресной школе, или вам родители рассказывали, или еще где-то. Но я помню в детстве, возможно, я вам рассказывал, у нас семья-десять детей, и иногда папа давал различные поручения. Они сядут с мамой рано утром и скажут, «Вот сегодня нужно сделать то, то, то». Они говорят, «Кто будет делать то, то, то?» И все сидят и смотрят, кто пойдет, возьмет что-то самое тяжелее сперва. Я помню, я себя вспоминаю, я думаю, «А, пусть старший идет, он старше, он может сделать». Потом еще, «А, он быстрее может сделать, пусть он». И так мне хочется что-то делать, ну, чтобы мне самое легче. И я, когда читаю это место из Писания, я вспоминаю себя, что иногда, когда мои родители мне говорили, я не всегда сразу бежал и хотел что-то сделать. Я бы хотел сегодня с вами очень кратко посмотреть на три человека в этой истории, только три человека, которые, ну, они к нам очень, возможно, бывают похожи. Сама ситуация, что случилось в то время, это было, Иисус Христос был с учениками возле Галилейского моря. Тивериада, это там возле Галилейского моря. Они там были, там, где есть трава, там, где не пустыня. И ученики были с Иисусом, и народ пришел, и Иисус их учил. И скоро будет Пасха, поэтому Иисус должен был направиться к Иерусалиму. Но перед тем, как направиться к Иерусалиму, здесь много людей. И они с Иисусом много дней. Там есть похожие истории, это записано у Марка, в других Евангелиях. И записано, что людей очень много было, что более пяти тысяч людей было. И они там были три дня, и уже сколько можно с собой взять. Возможно, на один день они имели что-то покушать. Второй день, возможно, кто-то имел. А здесь третий день. И они хотят кушать, и ученики это видят. И Иисус это видит. И самое главное, что я хотел бы с вами заметить, это пятый стих. Говорит, Иисус возвет очи, и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Очень важно заметить сперва, что Иисус Христос, Он все знает, Он все видит. И когда мы смотрим на проблемы житейские, мы думаем, как бы их мне решить. Но Иисус Христос, Он возвет очи, Он увидит эти проблемы, и Он спрашивает Филиппа. Если вы посмотрите на Филиппа, возможно, изучали его, он такой хороший человек, который был очень практичный. Он говорит, Иисус говорит, что я иду к отцу, а Филипп говорит, покажи нам отца и все, что нам нужно. И в другой раз Филипп снова он очень практичный. Но мы знаем, что в деяниях апостола Филипп был тот, кто был хорошим, практичным евангелистом. И здесь, возможно, кто-то из вас найдет себя в этой истории и скажет, я подобен Филиппу. Когда проповедники, возможно, вы читаете Библию, и Бог призывает вас что-то делать, вы смотрите, ух, это будет дорого стоить. Филипп посмотрел, и он видит, что 200 динариев, во-первых, возможно, денег не было, а во-вторых, если они были там, где Тевериада, там небольшие поселения, если даже пойти и закупить еды на 5000 человек, то все раскупят, и все равно не хватит еды. Супермаркет будет пустой после этого, и все равно не хватит. И он практически просчитал, говорит, нет, проблема, Иисус, мы не сможем это решить. Но Иисус это испытывал его. Мы видим, что дальше Библия говорит, «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Почему я вспоминаю своих родителей при этом? Потому что они, перед тем, как спрашивают, они уже знают, этот сын должен сделать это, эта дочь, она сделает это. Только они спрашивают, ну, а что Юра скажет? И им такое желание, чтобы он сказал, как они уже предвидели это, что я буду делать. Но иногда у меня было очень противоположное желание. Но идем дальше, к второму ученику. Филипп отвечал ему, «Им на 200 денариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Он практичный, он решил, даже немножко, ну, а что немножко, ты скушал, еще больше будет хотеться кушать. Думает, нет, практичный, нет подход. Другой ученик в Библии говорит, один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Второй ученик – это Андрей. Андрей был тот, кто находил людей и проведил их ко Христу. Он был тот, кто искал. Я, если думаю, возможно, у вас такой термин, то бизнесом занимается, есть такой термин «entrepreneur». Тот, кто находит новое, и он идет и делает, и даже когда много риска. Он нашел этого мальчика Андрея, маленького мальчика Андрея нашел, и идет к Иисусу. Он не знает, что будет. Библия говорит, что он и шел, и думает, ну, а что с этого? Это же пять хлебов и две рыбки. Да, при том, хлеб, какой хлеб? Он был ячменный. Он не был из хлеба, который мы очень такой хорошие печем. Он был простой хлеб, и он думает, а что может быть? Но он решает какую-то задачу. И он знает проблему, которую Иисус, как бы, с ним и задачу перед ними поставил. И он знает, и он видит, что есть проблема, есть задача, нужно ее решить. И он идет и ищет все, что только можно. Возможно, вы найдете себя в этой категории, потому что эта категория, она более, как бы, приятная, что есть действия. Мы не только просчитываем, он сразу ищет какое-то решение. И он оставил свои мысли, он думает, ну, не знаю, даже Иисусу высказал слова и говорит, а что это для такого множества? Возможно, вы себя найдете, и когда Бог к вам говорит, и вы начинаете что-то делать, что-то приносить к Богу. Возможно, Бог призвал вас дать немножко финансов, возможно, уделить какое-то время для Господа, возможно, помочь кому-то другому, просто помочь маленькому ребенку, или другим людям, или старшим людям. Возможно, что-то маленькое. Возможно, соседу помочь убрать что-то, или выслать маленькую открытку, пожелание сказать, укрепи тебя, Господь. И, возможно, мы думаем, ну, а что это такое? Оно такое маленькое, незначительное. Но если это Господу, приносите, Он ищет, чтобы мы приносили все, что можем. И третий человек, на которого я хотел бы с вами посмотреть, это этот мальчик. О нем почти ничего не сказано, только сказано, что есть здесь у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Один мальчик, какое имя, не знаем. Знаем только, что мальчик. Значит, он не был взрослым человеком, но уже мог сам прийти, принести этот хлеб и эти рыбки. И он отдал все. Наверное, я не думаю, что он оставил себе что-то, но он взял эти рыбки. Вы думаете, мальчики, они голодными не бывают? Я думаю, что быстрее всего. Я вам скажу так, что, ну, вы знаете, здесь школа есть, и иногда прошел один урок, второй урок, и уже ученики, они кушать хотят. Очень сильно еще хотят. Уже не успевают закончить класс, дайте нам покушать. Я знаю, мальчикам нравится кушать. Поэтому, если представить этого мальчика, как он мог взять, отдать этот хлеб, отдать эти рыбки и сказать, берите их. Спросите каждый себя, если у меня что-то есть малое, немножко осталось, вот последнее что-то осталось. Готов ли я, как этот мальчик, отдать? Готов ли я, как этот мальчик, послужить этим Господу? Он же не знал, наверное, что Иисус сказал ученикам, как нам накормить еду, где нам найти эту еду. Но мальчик, когда Андрей нашел его, он отдал. И приходит, привел Андрей к Иисусу, и мы видим, что случилось после этого. урок для нас, для каждого из нас, на эту неделю, для нашей жизни. Возможно, вы читали, я знаю, что каждый из вас читал, это местописание, этот текст много раз. И вы думали, ух, какое чудо, какое большое чудо. Да, оно было большое чудо. Люди наелись, они ели духовно, они наелись, и еще остались потом куски хлеба. Но как это случилось? Это случилось, потому что Филипп, он просчитывал, Андрей, он искал, и мальчик, он все отдал. Ваше здание здесь, оно просто так не получилось. Кто-то все просчитывал, кто-то ишел, искал людей, а кто-то отдавал. Поэтому пусть Господь сегодня укрепит вас, когда вы будете слушать Слово Божие, когда вас будут призывать, когда Иисус будет звать к вам через проповедникам, через свое Слово, когда Он будет вам показывать, какая проблема, какая нужда. Давайте будем учиться от Филиппа, от Андрея, и особенно от этого мальчика. Мы скажем, ну а что с мальчиком? Обычно мы на мальчика смотрим, думаем, ну они что-то там делают, свое они понятны. Но они, когда видят ценность, они отдают все. Я вспоминаю, когда я был маленьким, когда папа говорил, едем в следующую деревню, нужно там поучаствовать на собрании. Я вспоминаю, что уже там должна была и футбол быть, и что-то, но Бог даровал такое желание, что оставь все, иди. Я бы хотел, чтобы у меня в жизни так продолжалось, чтобы каждая в вашей жизни продолжалась, что даже если у вас есть немножко хлеба, несколько рыб, отдайте их, пусть Господь вас укрепит. И пусть Господь вас наполнит его желанием, чтобы мы и шли к ним. И когда ваши родители, кто-то вам скажет, как мои родители говорили, а кто пойдет, чтобы были сразу, давай я, я, а не будем ждать других. Пусть Господь вас укрепит и благословит. Давайте мы сейчас вместе помолимся. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Он видит и знает все. Мы благодарим Тебя, что прежде, нежели ты нам какое-то задание даешь, ты уже знаешь результат, ты уже знаешь, как кто поступит. Помоги нам быть похожими на этих учеников, на этого мальчика, чтобы мы могли отдавать, чтобы мы и шли, куда ты нас призываешь. Ты знаешь, что бывает очень легче всего просто сидеть и делать свое дело. Но помоги мне и каждому из нас отзываться на Твое дело, куда бы ты нас ни послал. Помоги нам приводить других ко Христу, как Андрей. Помоги мне и каждому из нас идти за Тобой, как Филипп, который в конце концов оставил все. Он перестал просчитывать, он перестал надеяться на себя, но пошел полностью за Тобой. Помоги каждому из нас, смотря на эту историю из твоей жизни, из жизни людей тогда в Израиле, помоги нам учиться отдавать все, учиться не держать для себя. Прошу во имя Иисуса Христа прибыть с нами. Аминь.